Светитеся наброс священием разума и благочестен, этим святаго Духа, Господу помолимся, Господи помилуй. Окунуться в крещенскую купель православные могут в бухте Навик на острове Русском. Обряд освящения воды провели служители свято-серафимовского мужского монастыря. Я каждый год купаюсь уже, не помню сколько, с 10-го, кажется, или седьмого. Грехи, это, конечно, не слова, это для здоровья, и для меня важно, да. Хотел давно попробовать, что-то не случалось, только с колодца поливался было дело. А вот для меня окунуться в прорубь, это завершение литургии и праздника, и еще я себя проверяю, какая я трусливая христианка или все-таки маленько посмелее, потому что я всякий раз боюсь, честно говоря, потому что это же раз в год происходит, я не натренированная совершенно. В народе считается, что окунание в студенную воду на крещение способствует исцелению от различных недугов и очищает от грехов. Как правило, купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой. Священнослужители советуют делать это разумно, с учетом состояния здоровья и благоговейно, с молитвой. Это делается воспоминание о погружении в этот день Господа Иисуса Христа в воды реки Иордан. Христос вышел на общественное служение и принял крещение от притечи Иоанна. Это был такой чин, когда люди исповедовали свои грехи, погружаясь в воду. И служение Иоанна притечи, оно как раз в этом заключалось. Он готовил народ покаянием к пришествию Христа. Так что, конечно, здесь смысл духовный, не такой физкультурный. Окунуться в купель в бухте Новик пришли как горожане, так и служители мужского монастыря. Рядом с прорубью дежурили сотрудники МЧС и скорой помощи. Олег Завьялов, Екатерина Князева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.